И вновь здравствуйте, друзья, любители киберспорта! Продолжаем мы освещать бои Мишклана на чемпионате 11. Сейчас у нас играются ребята, такие как отважные питоны, против легионов. Первая карта у нас Иран, формат Хард ЦП, комментировать данный бой буду я, Кирилл Средсторой, мой напарник Генрих 22, ну и за картинкой у нас, как всегда, про Игорь, привет, Генрих. Что ж, всем привет, дорогие друзья, привет, Кирилл, неуклонно продолжаю свое шествие по просторам киберспорта Мишклана на чемпионат. И сегодня нам предстоит лицезреть игру уже озвученных коллективов, а именно отважные питоны против легиона. Сразу спешу сказать, что, насколько мы все знаем, легиона уже лишились, к сожалению, шанса пройти в плей-офф, но для отважных питонов этот матч действительно является принципиальным и крайне важным, поскольку их не все еще не утихшие противостояния против Nextoff набирает обороты. И именно этот матч является довольно важным, поскольку позволит им заручиться еще тремя очками в собственную копилочку. Тем временем произошел длит на карте, и игроки начинают свое шествие вдоль точек. Кого бы ты хотел представить первым? Давай я начну с питонов. Ну, в общем-то, ребята у нас играют за красных, их состав. В их состав входят такие ребята, как Ранзер, Мафетт из Вард, Челси, Малибу, Кукушенка и Пальма и Паук. Именно таких игроков у нас сегодня вывели на карту. Питоны, формат Хард по сетапам, я сейчас скажу. Это Титан Твинс, в основном это Викинги, Рикошет и Зида, кстати, также я вижу Огнемет. Погиб Кукушенка и Челси на рельсе. И Кукушенка и Пальма, это получается Рикошет и Фриз. Ну, а коллектив Легион представляет такие игроки, как 755-575, Андрей Ермоленко, Агни, Вайлд Буффало, Ультиматум и Торкор. Отыгрывает циферный игрок 75 на Викинга, Рельсе, в свою очередь также Агни. Отыгрывает на таком же сочетании Ультиматум, выбрал тяжелый корпус в совкупности со Смакой. Андрей Ермоленко отыгрывает на Рикошете, Торкор на Титана, Твинсе и Вайлд Буффало на Фризе. К слову, Легионеров всего 6, возможно, один игрок попросту не смог зайти в битву, либо существуют какие-либо другие варианты, но пока что они отыгрывают в меньшинстве. И, к слову, им это удается, они захватили пока что 4 точки, только вот главное их удержать. Ну тут уже Кукушенка спокойно с пальмой забрали точку Е, выдвигались, выдвинулись, точнее, на точку Б, там есть Ранзер и Майфейт из Вар, отлично, точка Б под контролем ребят из Питонов, вот, в общем-то, и будут они ехать на точку А, большой массивной колонной, это все игроки, все 7 игроков, которые есть на карте, приехали на базу Синих, будут добивать Паука, нет? Улисит для перехватывать инициативу Питона и будет низко обидно, если легионеры проиграют только за того, что их 6 находится в рамках карты, но не будем раньше времени хоронить, возможно, 7 игрок подоспеет, тем более, что это не режим, в котором все упирается в доставку и ввоз флагов А, контроль точек, где, собственно говоря, можно преломить исход поединка ближе к окончанию и снизить количество набранных очков оппонентами, но все-таки 7 игрок им помешал, как не кстати. За руку у нас происходит на точке БМ, туда приехал Паук Мафет из Вары и Ранзер, будут они выливать против Таркора, отлично добивает ультиматума, добивает также Ярмолинка и Таркора, и все, да? Да, все верно, забрали точку Б, Питон у нас, также под их контролем точка Ц и Е пытается, там Ранзер отыграть в одиночку против Баффлона, на точке Ден там приезжает 75-й и разбирается. И сразу четверо игроков коллектива Отважные Питоны захватывают точку А, наносят они полнейший хаос, проявляют окончательное доминирование на респах оппонентов, не дают разжаться легионерам и, по сути, тем самым обуславливают бесспорное владение тремя точками, именно Е, Ц и Б. К слову, у нас Питон это ведут 10-3, прошло у нас 4 минутки, началась пятая, Ярмолинка воюет на точке Е, против Челси, который добивает его отлично, Маффет Эзуар, подпичил его, и Зида у Питонов хорошо играется, в общем-то, и с совокупностью с Пауком, так это вообще, прям, ребята, в центре воюют, про там один Титан всего лишь, но, да ладно. К слову, зашел за легионера в седьмой игрок, это Парфаид, отыгрывает он на Хантера Езите, находится в центре, лечь Тантеркора, который неуклонно удерживает точку Б, к слову, понемногу разжались легионеры, захватили они уже три участка карты, 75-й Сау, они также захватывают ей, теперь уже в свою очередь прижались Питона. К слову, у нас ребята из легиона забрали точку Е, не, попытались забрать точку Е, там приехал Ярмоленко, будет он воевать против Кукушинка, отлично. Да, хорошо, он блокирует оппонента, забирает он точку-копилочку собственной команды, Таркор до сих пор держит участок Б, но уже втроем, Майфейт и Свар, Ранзер и Паук должны ее перехватить, забирают коллектив Питона уже две точки, Пальма также захватывает Е, и тем самым лишают возможности набора очередных очков. Теперь у нас, кстати, легионы вырвались вперед, потихонечку не забираются, поинты на карте, приехал ультиматум Парфейт и Ярмоленко на точку Е, будут на нее играть против Малибу и Паука, Малибу добивает Ярмоленко, остается Паук на ДАшке, против него ультиматум Ярмоленко, приезжает сюда также Челси, Пальма и Кукушенко, но тут быстренько их разберут, точку Е. Да, сразу четвером они захватывают точку Е, даже подключаются в Майфейт и Свар, пятером они будут штурмовать Б, и ее уже наверняка захватывает, тут Вайлд Буффало, Протофит будут заходить, Вайлд стремится к захвату Е, но пока что ничего не получается, не выдержанно в домах сразу двух оппонентов, хотя, кто знает, возможно, кимейты подоспеют и вновь отобьют эту точку, вокруг которой крутится большая часть баталии за последнюю минуту, ультиматум забирают точку Б, никто ему в этом не препятствует и вновь игроки из коллектива Легион восстанавливают контроль над картой. И неплохо-то, до сих пор Ярмоленко живет на паре с ультиматумом на точке Е, также сюда приехал Таркор, второй Титан, второй Титан у Легионов, мы замечали с Ваней, что это очень хороший сетап, у меня пять точек подсказывает наш оператор шепотом, забрали у нас Легион еще тем временем, 18-11, забрали все, правда, вот приехал Малибум на точку Д, будет он играть против ультиматума, пытаясь забрать на базе синих. К слову, он забирает точку, только вот недолго она прослужит собственной команде, довольно быстро он погибает, и ультиматум сагни возвращают точку Д в собственную копилочку. Происходит массовый респаун игроков с коллектива, отважные питоны будут ранзер при поддержке Малибу захватывать Е, хотя Вайл Буффало им всячески этому препятствуют, должны они после этого двигаться на бой и уже затем предпринимать дальнейшие действия, если, конечно, Легионеры не пресекут их не атаку. Ну, они, кстати, забрали точку Б, точку Д и выдвигаются на точку Е потихоньку, туда поехал Агни, правда, приехал Аранзер на Б, на парус с Нетом, и Мамфейт из Варом нужно бы задержаться тут, не дать противникам забрать, так как три точки есть за питонами, выдвигаются они потихоньку на базу противников, правда, вот у нас отлично ребята из Легионов давят своих оппонентов, приехал сюда Вайл Баффало на парус Ярмоленко, забрали на точку Е, будут выдвигаться на бет, там уже есть целых четыре игрока. В общем-то, ребята доминируют на карте, особенно в центре. Да, активно прессингуют Легионеры своих оппонентов, по факту они не дают рожжаться, выйти за пределы базы. Отважным питонам, кое-где мы видим заходы, атакует нет, челсен, точку D, подключались до этого еще другие игроки, пытались собрать эту точку, но, как правило, они удерживали ее не больше 50 секунд, и затем от респа Легионеры вновь возвращали контрольные дни. Ну, к слову, еще не все потеряно, две минуты остается, зная мы, как в режиме Control Points довольно быстро перехватывает ситуация, поэтому не будем хоронить игроков из коллектива «Тважные питоны», все-таки уверен, что они предпримут еще не одну атаку, и, к слову, сейчас они контролируют сразу три точки, только вот довольно быстро этот контроль спадает, забирают точку D, забирают точку Е, игроки из Легиона, но все-таки это лучше, чем ничего. Тем временем у нас счет 21-26, Легионы все-таки ведутся, приехали питоны на точку Е, забрали просто-напросто свои объятия, Ярмоленко, Таркор, помог в этом деле, выдвигаются они потихоньку на Бен, туда, правда, едет уже ультиматум, но вряд ли тут отпустят спокойненько Паук абсолютно всех целыми, разбирается он с ультиматумом, и потихоньку ребята забирают, все-таки точку B. Я понял, напиши, напиши, я знаю, я тебе это и скинул, чтобы ты это написал, ну а кто? Да, тем временем Легионы вновь возвращают преимущества, и, к слову, она довольно шаткая, всего четыре точки опережают противников, главное теперь удерживать имеющиеся участки карты, поскольку знаем, насколько быстро можно сранить счет в данном режиме, отказалось бы, только сейчас был разрыв 10-12 очков, но отважные питоны, атаковав, попросту уменьшили преимущество своих оппонентов, и продемонстрировали нам, что при уверенной атаке к концу боя, в принципе, могут как минимум свести на нищу. Война у нас происходит на точке E, сюда приехала Пальма, против Ярмоленко он бьется, правда погибает, точку E у нас забирают Легионы, пока что не ведут в счете, но разрыв у нас всего лишь 7 точек, нужно попытаться этот разрыв сократить питоном, что они, в принципе, потихоньку и делают, забирают точку E, на точке D воюет всего лишь 1 кукушенка, ну, нужно бы забрать, наверное, B и выдвинуться дальше, правда, вот постоянный прессинг справа от Ярмоленко и Волтбаффало, которые постоянно заходят туда, не дают. Даже если Легионеры потеряют точку B, в принципе, они захватят E, тем самым компенсируют потерю, не смог Мальбу ничего противопоставить призу и рикошету, которые активно танковали, и тем самым Легионеры забрали данный участок карты. К слову, 10 секунд на карте, и тем самым Саганикулана сокращающееся время все меньше и меньше предполагает возможность важным питонам сравнять счет в рамках данного раунда. Закончился у нас первый раунд, со счетом 30-37 питоны немножко не додавили своих противников, хотя, кстати, у них в начале очень хорошо получалось играть, они хоть и играли вроде как в шестер... А, нет, это у нас Легион играли в шестером. Питоны хоть и там отлично завоевывали точки, даже вели в счете, насколько я помню, но потом как-то потеряли свою игру, и в итоге проиграли. Да, перехватили Легионеры инициативу, на самом деле я впечатлен, исходя из этого раунда их не играть, сразу видно, что выбирали данную карту именно в рамках этого платформата. Не зря и в принципе видно, что тренировались и готовы побеждать. Теперь же питонам, отважным питонам необходимо выигрывать данном раунде, поскольку я думаю, что ничья в любом случае их не устраивает, я имею в виду ничью в рамках матча, поскольку в таком случае оба коллектива разведутся с счетом 1-1. Все-таки я глубоко верю, что отважные питоны реализуют собственный формат, который они выбрали на 3-4 раунды, но вот если они проиграют этот раунд, то максимум, на что они смогут рассчитывать, это та самая ничья. И это принудло наилучшим раскладе. Ну а пока что, дорогие друзья, мы предлагаем вам написать в чате, за кого вы болеете. Наш извечный вопрос, и в принципе можете писать, не за кого вы болеете, а просто предполагаете, какая из команд одержит победу, будет очень интересно взглянуть. Надо будет, кстати, посмотреть еще в этом раунде за переодеваниями, за модулями, вот, также за устройствами, какие ребята у нас устройства выбирают. В общем-то, мне кажется, по стандарту все будет, но вот Кукушин Кайн, допустим, предпочел сыграть на устройстве на 5 выстрелов, хотя, кстати, кучность дроби, мне кажется, будет лучше. Да, все-таки, учитывая динамичность противостояния, не всегда игрок успевает выдать те самые 5 выстрелов, плюс ко всему долгая перезарядка после опустошения обоим, а также дает о себе знать, а вот повышенная кучность дроби нередко позволяет поразить цель, тем самым нанеся больше дамаг, чем без нее. К слову, у нас произошли делиты, остается у нас 5 секунд, значит, по сетапам. Вэрлбаффа по-прежнему на фризе, на огнем, на жигу переоделся, снял он рельсу, Ярмоленко также на рикошете, ультиматум титан, Таркор Твинс тоже титан, рельса по-прежнему на 75-м, Парфейт все так же на Изиде, ну и у ребят из Питонов, я так понимаю, тоже ничего не сделалось, кроме нета, но он наделал титана с маку, это получится второй титан, уже хорошо, ребята поменяли немножко сетапа, они поняли, что два титана тащат все-таки в центре, и будут пытаться отыгрывать именно оттуда. Посмотри, как активно начинают бой игроки с коллектива Легион, прости, что перебил, сразу 4 точки не захватывая, тем самым показывая, что они намерены сразу завоевать преимущество, которое предоставит им возможность победу в рамках всего раунда, и уже находятся 4 игрока из данного коллектива на респах оппонентов, неуклонно их расстреливают, но вот MyFate, Swar, Runzer выступают на точку Е, довольно быстро расправляются они с вражеским рельсоводом, но есть еще Андрей Ермоленко, который подключается, нет у него резиста от рельсы, в принципе Runzer должен тут его сливать, так и происходит, и будет он захватывать точку Е. Отлично, кстати, два титана приехали, две титана с маке приехали на точку С, правда погиб паук, остался лишь нет, от этого доберут спокойненько ребята из легионов, правда приехал Малибут, и он спокойненько лечит своего тиммейта, также Кокушинкай добивают, все-таки ультиматум остается Таркор, Парфайт и Вэлд Баффало, правда Вэлд Баффало решил бросить своих тиммейтов на точке С, хотя он мог бы сыграть очень главную роль в ее отбите, но уехал, ладно. По Таркор там в принципе с Парфайтом тоже справились, также ребята из легионов забрали точку Е, на точку Б они приехали, Пальма лишь там отыгрывает питонов, и точку Б ребята из легионов тоже забрали, правда ненадолго, там уже есть пара игроков синие команды. Таркор заходит Малибу, Майфайт и Свар тем временем объезжают, будет он стремиться к захвату в точке С, хотя нет, возвращается на Б, будет он сливать ультиматума, но есть еще Вэлд Буффало и Паук, которые стремятся к тому, чтобы удержать имеющийся участок карты. Малибу, к слову, выступает на Эзиде, пытается он забрать точку Е, но будет довольно быстро погибать за счет отсутствия резиста от Винца, но есть еще Нет, который, к слову, изменил С Маку на Гром. Ну, кстати, ребята из легионов забирают точку Е, также пытаются забрать точку Б, у них это получится, 1.75, там есть на рельсе, который хоть и сделал что-то, он убил Паука, но в одиночку ничего не получится. На точке Б, правда, тут уже выдвинулись ребята из легионов, Андриер Моленко приехал на точку Е, ультиматум Старкор 2 Титана отыгрывают на Б, а вот MyFateIsWar в одиночку, в одиночку заехал на С, и будет ее потихонечку забирать, пока тут нету никого. Так же как Вэлл Буффало забрал точку Д, теперь же Рандер будет ее обратно переконтраливать, врывается Андрей Ермоленко, стремится он к перехвату точки А, но тут без поддержки тимметов у него ничего не получится, хорошо сыграл Агни, сначала уничтожил оппонента, затем уже подъехал вплотную, и будет он всячески блокировать Анета в попытках забрать окончательно в копилку с этой команды точку. Кушенкая снова в одиночку из легионов приехал, а точнее из питонов приехал на точку С, вот ребята из синей команды любят двигаться на респе красной, в одиночку забирать точки, у них это очень хорошо получается, допустим, Ярмоленко приехал нам, а в одиночку против Кушенкая добивает его и будет забирать, в то время как Агни отыгрывает на Д, нужно бы помочь, Ярмоленко понимает, что нужно выдать два рикошета, но у него нет устройства, дальность, и в итоге он в этом проигрывается, но приезжает Вал Баффало, вовремя будут забирать им точку Д. И с нее будут стремиться выступать в точку А либо на точку Б, посмотрим, как пройти анализирует тиммейта, точка Б уже в распоряжении красного коллектива, поэтому Вайл Буффало врывается на А и будет стремиться к тому, чтобы уничтожить оппонента, к слову, у них обоих нет друг от друга резиста, и учитывая особенности Фейза Вайл Буффало, расправляется с оппонентом, ну и сам проживет недолго, поскольку есть паук на Твинсе, который отправляет оппонента на респаун. Окей. Точка Б у нас за красных, за легионов отлично на ней обосновались, правда, приехал паук, приехал нет, также там есть кукушинка, и добивает он вовремя своего противника на рельсе, но вот есть там Таркор, Таркор в одиночку снова стоит, пытается по нему работать ранзер, у него это получается, правда, там еще нету резиста, приезжает вовремя парфайт, нужно лечить, и получается все-таки. MyFateIsWard на огнемете, приехал в центр, говорит, буду сжечь абсолютно всех, у него, правда, получилось лишь одного убить, пару подамажить, но все-таки у нас легионы забирают точку Б, точку Е и С, счет у нас 9-9, ничейный, но еще 4,5 минуты до конца. Уверенно держали легионы точку Б, еще с ультиматум при поддержке парфайта, будут продолжать собственной мере не огневыступом точку А, где будет сразу сражаться с двумя оппонентами, тут, конечно, ничего не получится, и я думаю, что сейчас отважные питоны отправятся контратаку, Кукушенко и уже забирает точку Е, Майфейт и Свар так же зашел из угла с пальмой, он будет стремиться к тому, чтобы захватить С, и я думаю, что со следующего респа игроки также начнут атаковать на центральную часть карты. К слову, отважные питоны забирают сразу 4 точки, помимо центральной, вот уже они захватывают ее и восстанавливают контрольную ситуацию. У питонов хорошо играют две рельсы, это Ранцер и Кукушенко, и сквозными перекрестным огнем они добивают легионов и забирают точку Е, допустим, только что, как минимум и точку Б. До сих пор Е под контролем синей команды, приехал туда НЭ, также там есть Кукушенко и Ранцер, снова две рельсы отработали не по Эзиде, у Эзиды нету аптеки, нужно бы помочь Ранцеру, это понимает СПУК, но у него нету ХП, приезжает не вовремя, точнее приезжает вовремя в Малибу, но не лечит, не лечит своего тиммейта, точнее, да, вот, и точку Б потихоньку ребята у нас из легионов забирают, там есть Ультиматум, Ярмоленко скоро подъедет против НЭТа и Ранцера, да, точка у нас все-таки Б под контролем легионов, С, надеюсь, что они тоже удержат, там лишь Майфет из Вар, который может ее забрать, но вот на Е у нас заруба, заруба года все-таки у нас расправляются четвером, да, игроки из коллектива отважные питоны и вновь поступают на Б, будут они захватывать, тут им ничего пока что в этом не помешает, единственное, что готовится контратак, восполнение легионеров и будут они стремиться разжиматься, атаковать точку Е, точку Б, но как эффектно отважные питоны придерживают их респаун, Кукушинка и Малибу сразу расправились с двумя оппонентами, прижав их попросту к углу собственной базы и ультиматум 75-й также стремятся при контроле точку Е, но мой фейт и Свар во всем им в этом препятствовал. Получается, кстати, у регионов отбить точку С, правда, Е сейчас заберут Пальма и Малибу, у них это получится, потому что там всего лишь Шевайлд Баффало, которого сейчас добьются и остается Ярмоленко, у Ярмоленко нет резиста от Фреза, кстати, по резистам от Фреза, допустим, от Пальмы кто есть, а никого нету, кроме 75-го и все, то есть от Фреза ребята не хотят защищаться, допустим, от кого же еще можно посмотреть, можно посмотреть от от Винса довольно много резистов, есть у Таркора, у Ярмоленко и в принципе это затрудняет возможность Паука забрать точку Е, но отважный питон не отчаивает целых распоряжений и четыре других участка карты, уже три, и тем временем легионеры контратакуют точку Б. Если я так понимаю, легион предпочли одеться от огнемета, так как от Фреза я вижу только одного игрока, а Фрез здесь доминирует, Пальма себя чувствует вполне уверенно на этой карте, на своей пушке, вот, а вот Майфейт из Вар нужно бы ему наверное переодеться сейчас, прямо сейчас, так как резистов там много, достаточно, чтобы переодеться на другую пушку, как минимум на точке Е воюет Кукушенкая против Ярмоленко Агния, приезжает туда также Паук, нужно бы разобраться с Агнием, но это получается, все-таки точка Е будет забрана ребятами с Отважных питонов, правда, ненадолго, там снова два Титана, которые приехали на нее, точка Б, под захватом Легионов, нужно бы поехать дальше, вот куда едет Агнида, на точку Д, туда же приехал 75, и попытаться забрать точку на респаунах противников, и Рандер будет забирать точку Б, Майлибу помогать Кукушенкаю в захвате сегмента карты Е, но рискется парфайт, который внесет свой вклад в попытку собственного тиммейта Андрея Ермоленко выиграть данное микро противостояние, тем самым обуславливая возможность забрать точку Е собственному коллективу, и тем временем таймер неуклонно движется к концу, осталось всего лишь 20 секунд, и коллективам необходимо удерживать или захватывать точки, для того, чтобы сохранить либо изменить результат. Сейчас 75 может зарешать, потому что Майлибу он добьет, нет, аптечку вовремя использовал, красный заберут сейчас точку А, нет, погибает тиммейтер Кора, и уже он противостоит Пауку, но все-таки в их распоряжении три точки, но, к сожалению, времени не хватает для того, чтобы свести счет на ничью, и отважные питоны забирают второй раунд свою копилочку. Да, все-таки додавили они легионов, наконец-то додавили легионов в формате хард, хоть и первый раунд програли, но второй выиграли. Да, довольно напряжно прошел второй раунд, тем не менее, отважные питоны одержали победу, сравняли они еще до 1-1, и теперь, в принципе, могут рассчитывать на победу во всем матче, поскольку следующие два раунда будут уже на их поле боя, на их карте в рамках выбранного аниме под формата. И во времени мы идем в чатик, пока создается ссылка на следующую битву, посмотрим, за кого вы болеете, дорогие друзья. Что это за значки возле резистов на танком? Это устройство. Теперь у нас можно смотреть устройство по нажатии буквы R. довольно активная поддержка у питонов, можно сказать, что большая часть наших зрителей их поддерживает, но, к слову говоря, об устройствах. Ты какое-нибудь устройство успел оценить в рамках недавнего обновления? Как же оно называется? Дуплет, вроде бы, оно называется. Мне наш администратор говорит, ну, купи, 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 я купил, и как-то оно меня не очень обрадовало, но все-таки мне кажется, два выстрела это лучше, чем тот же стабилизатор или плюс два снаряда в баллон, так как я играю только на молоте, мне устройство подойдет, мне кажется. Со временем, я надеюсь, я прииграюсь. Мне тоже было крайне интересно приобрести это устройство, но я совсем недавно прокачал смоку ДМ4, и меня очень заинтересовала возможность замораживать выстрелом в смоке оппонентов. Собственно говоря, купил я устройство, которое выдает криво снаряды вместо критического урона, и тем самым предоставляет эффект заморозки в борьбе с противниками. К слову, я скажу, что действительно довольно эффектная штука, позволяет заморозить оппонента особенно на тяжелых корпусах и выдержать противостояние даже в ближнем бою против оппонентов, которые казалось бы располагают резистом от тебя. К слову, можно заморозить противника, объехать в параллельную сторону подальше от башни и додамажить оппонента. Как минимум три выстрела позволит заморозка это сделать, что довольно неплохо. К слову, у нас локады против вудцев играет уже борду. Это, я так понимаю, третий раунд. Счет пока что 2-0, вудцы ведут. Интересно. То есть, первый у них получается вольфенштейн... А что у них было первое? Вольфенштейн или что? Сейчас я посмотрю. Вроде вольф. Ну, надо проверить. К слову, наши ставочки сегодня на битву легион против отважных питонов за легионов 38% за отважных питонов 62%. Ну, я бы не сказал, что прям такой большой разброс. То есть, если было бы там 40 на 60 тысяч... Ой, 40 на 60. 50 на 50, то возможно. Но не такой большой. К слову, да, довольно интересная функция на странице танки спорта. Возможность проголосовать за команду. Этих 20-го не сделали. Можете это сделать. Но, к слову, у меня раздосадовал один момент. Почему нету опции ничья? Ничья... Все-таки в групповом этапе доступна ничья, это возможно. По крайней мере, это еще не плей-офф. И тут игроки могут разлетись со счетом 2-2-1-1, даже 0-0, положив по одному баллу собственную копилочку. Ну, мне кажется, нужно искать в каждом матче фаворитов, поэтому, возможно, не добавили эту кнопку, оставили за правых или за левых. Ну, в плане зальонов или за питонов. Вот, это еще неправильно. поймут меня. Да, возможно, это голосование направлено на то, чтобы продемонстрировать предпочтение наших зрителей, а не саму идею, кто из них может победить. И в этом случае это является правдой. К слову, Кирилл, ты голосовал за кого-то? Ну, я голосую всего лишь из-за того, чтобы посмотреть, какие у нас проценты на команды идут. А так, я нажимаю по рандому, те, которые слева, я и нажимаю проголосовать. Я не выбираю никого, у меня просто сразу предлагается за кого проголосовать, за хозяина. Вот, и я нажимаю проголосовать, чисто, чтобы просмотреть результат. Так, а у нас что там по ссылке? Я надеюсь, что нам ее как-то передадут. Так, ждем мы пока что ссылочку и все. Но пока можете задавать, дорогие зрители, свои вопросы в чате, будем рады на все ответить. К слову, у нас ТМЧ продолжается, потихоньку у нас игры еще есть, какого, 6-го числа у нас есть игры. да. Я надеюсь, Ваня кого-то впишет. Ну, тут, кстати, интересные пары. Допустим, Перцы Пингвины, Локат Ветераны, это из первой, второй группы, из третьей группы. Ну, там все понятно. Ну, кстати, я посмотрел бы, наверное, Next и Отважные Питоны. Вот, и из четвертой это Этернити против Форсов. Я надеюсь, что Ваня какую-нибудь хорошую игру выберет. Кстати, Этернити Advanced и Форс это лидеры группы. У них одинаковое количество очков. Да, я в этом уверен, что что-нибудь интересненькое будет. Невероятно интересно посмотреть, конечно, противостояние Этернити Advanced против Форс, особенно учитывая этот факт, что они являются, что обе эти команды являются лидерами группы, при этом предыдущий поединок, предыдущие встречи между собой они сыграли еще. Поэтому было бы очень символично посмотреть в рамках последней стадии группового этапа, какая же команда является сильнее. Но, к слову, длительное противостояние Next'ов и Отважных Питонов скоро должно завершиться. Все-таки также у них будет еще одна встреча. А вот по результатам предыдущей Отважные Питоны одержали победу с счетом 2-0. И сейчас эти коллективы будут отчаянно бороться за последнюю возможность получить заветные очки для того, чтобы выйти. И если их, к слову, Отважные Питоны одержат победу в рамках этого поединка против регион, они получат 8 очков и тем самым укрепят шансы пройти. И даже если проиграют за тем Next'ом произойдет на пределении победителя уже по сумме выигранных раундов. Так, что у нас на посылке? Давай мне ссылку, я ее скину в клан чат. Ну, хорошо, давай 13. И 16. Так, отлично, Форест ХРВР. Смотрели мы только что битву Next'ов против Синерджи на этой карте. Карта интересная, особенно для васпов. А у нас, к слову, другой состав на ХРВР. Я надеюсь, Питоны его выпустят, как, в принципе, и легионы. Благо у нас 4 раунда будет, так что все хорошо. Ничья, или же все-таки кто-то выиграет, это мы посмотрим на этой карте. Мне бы только на нее прогрузиться. Да, это нужно было слушать Ваню. У нас некие изменения в формате ХРВР. Теперь у нас создается не ХРВР-формат, а просто безформатка, чтобы ребята могли надеть устройство специальное. Стабилизацию снаряда. Стабилизация снаряда. Теперь у нас у вас будут дыхарьки умирать с двух выстрелов. великий рандом. К слову, вопрос из чата получает ли игроки гладиатор. Если представить этого матча нет, по результатам общего группового этапа проходит 8 кланов коллектив плей-офф, каждые два клана занявшие первое-второе место в своей собственной группе они проходят и собственно говоря тем самым получают получает сам гладиатор по результатам гладиатор тоже краска в году 16-15 да ну ладно в принципе мы не будем рассуждать посмотрим я надеюсь у нас перегоп прямо сейчас произойдет мы не будем долго задерживаться на этой карте да в принципе в первом втором раунде вот почему так долго ну потому что игроки собираются игроки настраиваются ой-ой-ой на игру вот мы ждем мы ничего не можем поделать у нас есть наши английские мальчики вводе присутствует сейчас мы это узнаем в любом случае ожидаем рестарта карте и вскоре игрокам предстоит продолжить яростное противостояние ваня что ну ваня тут нет ну или ребята сделают сами переговоры либо же им помогут в рестарте да интересно что ж пока мы ждем кирилл вопрос из чата пожалуй ответишь на него первым сколько нам с тобой лет сколько нам лет ну я знаю сколько мне лет мне 19 лет мне 19 лет шагат мне 20 лет не один раз уже отвечали на подобный вопрос кстати мне 19 никто не даст ну именно лет честно то по голосу да вот да и в принципе если на меня так посмотреть не побритого заросшего то да я один болею за легионов нет нет ты не один болеешь за легионов вот но питоны тоже красавчики питоны тоже красавчики во главе с фонарчиком тем более с тобой я там видел ты в шубе стоишь на аватарке прям летом в шубе так что у нас там по берегу готовы так за затягиваем и немножечко тут нашу карьеру почему-то ну что это такое уже сейчас должен произойти перего и будем все таки переходить просмотру поединка верно ребята у нас вышли сейчас будут заходить собирать составы мы обязательно их представим составы на хрвр в чате что а это у нас питоны а комментаторы каждый раз одинаковые или нет нет у нас есть табличка в которой мы записываемся что мы будем комментировать вот поэтому ну я знаю что у нас на 7 часов допустим конкурсы комментируются две девушки надя нельзя и виктория пламенная вот это у нас два поставных ну в основном два поставных комментатора на конкурсы которые у нас проходят в 7 00 это в основном сг спаси голд по виде админа танкобол танковый биатлон вот также конкурсы комментирует еще дали и мистер бутерброд время от времени подключается комментированию конкурсов я кстати жду расписание конкурсов которые никак 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 вот прям никак не напишут чтобы я их прям расписал на месяц вперед чтобы мы все знали что где когда зачем ну я всегда так делаю зачем писать каждый день по одному конкурсу к слову у нас ребята зашли им нас лет у нас 40 секунд пока что составы не определены вот но мы ждем я надеюсь кстати увидеть равную игру на форесте потому что как легиона так как и питоны очень хорошо играть рвм в рандоме да и в принципе если учитывать еще и формат light вот у ребят на пушки рельса скилл присутствует у нас есть дэлиты начиная верно с питонов будет играть пальме пальма челси на это ранзер молибой кукушенко не изменили состав у нас питоны на хрэ вре остались все те же ребята но представлять противоположную команду а именно коллектив легион будут такие игроки как 755 575 таркор ультиматум парфайт андрей ярмоленко и вайлд буфало что у нас уже есть первая атака отлично на это уворачивается от рельс парфайт не избивает правда рельсу по вайлд баффало есть так же как у шинкай на двойном дропе который отлично отыгрывает в центре не сливает правда ярмоленко который отправляет его на рез говорит сиди там и есть ультиматум справа он пытается заходить по ранзу выдает первую рельсу получает первую от малибу промахивается пальма и можно попытаться увести правда сейчас он сам не попал по малибу в минус упал отлично такие у нас увозы от топовых команд как говорится советы от профессионалов вот советы от легионов тем временем отважные питоны пытаются сжать своих оппонентов челси пальма отыгрывают слева в то время как у шинкай и нет стремятся разобраться с защитой оппонентов для того чтобы ввести флаг но пока что у них это не получается и вайлд буфало с ультиматумом в свою очередь также будут стремиться к атаке на синий флаг сразу четверо игроков коллектива легион находится справа если смотреть от их базы я хочу посмотреть за игрой васпов за игрой васпов допустим легионов у них на васпе играет ультиматум ярмолинка и кто еще кто-то у них а и вальд баффало это справа васпы отыгрывают кстати база питонов то пустая пытается заходить в вальд баффало есть там малибу нужно бы помочь ультиматум понимает но едет не туда едет он за аптекой есть там пальма пальма стрелять все таки первый добивает фагоносца все в порядке падает справа дашка второй я так понимаю дроп вскоре будет с левой стороны ддшка падать на базе он падает несколько раньше и шелси забирает данный припас неплохо бы еще подобрать нитру которая падает за домом но кункушинка забирает в принципе правда но возможно он подумал что оппонент успеет подобрать нитру и уж лучше возьмет он чем соперник шелси подбирает флаг получит он тридцат ультиматум а есть еще парфейт но в принципе это должен быть у вас неплохо кстати снова риса от парфа точнее челси по парфайта также на этом остается на добивание хвоста все отлично челси везет челси везет на дашки правда пропадает этот дроп остается лишь на одну рельсу но есть вайлд буфала на ддшке более того 755 на дашке также врывается и происходит довольно уверенная контратака в основании легиона 755 должен увозить тут уже ничто ему не воспрепятствует в этом начинании и антреер моленко возвращает казалось бы должен возвращать флаг но вот сейчас он добивает оппонента в принципе ничего не меняется не вернет он так вернет парфейт находится половина команды игроков дважды питонов на респауне только челси и нет стремятся к перехвату но тут получится ли у них является довольно спорный момент 755 удерживает выстрел вайт буфала будет подбирать также он словит пару рельс должны успевать его сливать так и происходит есть еще ультиматум но кукушинка и вырывает флаг буквально у него из-под гусениц но опять-таки погибает довольно эффектная заруба происходит подле флагштока красной стороны но все-таки Таркор доставляет первый флаг Ярболенко вторым темом пытается усилить на не 3 а 3 что он уходит правда сейчас нужно поехать прямо не выезжать на пальму которая есть в центре все делает правильно Ярболенко уходит по углу и тут есть его тиммейты по респаму отлично сбитый леса по Ранзеру также там есть Таркор который на одну лесу уже везет флажочек попадает все-таки по нему Ранзер и остается лишь тут вайлдбаффер против Челси и трех игроков ребят из питонов и Ранзер на возврате тем временем Нед пытается увозить по правой стороне в центре есть аптека и Дашка они должны знать Неда он ее видит и будет ее забирать теперь на Дашке пытаясь достать флажочек у него есть все шансы добивая тем временем Таркора правда не избивает рельсу по парфайт но Нед почти что целый везет флажочек уже на доставку сразу три легнира было на перехвате но Челси выдал великолепную сквозную рельсу отправил он на респан одного из оппонентов второго попросту ослабил и Нед вполне резонно заставил флаг довольно быстро они сравняли счет к слову там была грубейшая ошибка от Челси не было бы доставки от легионов когда Челси поехал в одиночку без паровозика на доставку чего-то хотя информация про игроков на дропе на базе была по-любому ну вот но он решил все таки рискнуть и поехать в итоге увезли флаг и кстати поспешил тоже Ярмоленко нужно было подождать бы за домиком на размене не было бы также доставки от питонов к слову пытается Ярмоленко снова уходить теперь он на подхвате отлично добивает пальму и везет тем же путем по центру есть Малибу и Ранзер их блокируют Таркор и Парфай добиваются Ранзера остается лишь Челси Паук и Кукушенка с центра сливают флагоноса будут также добивать ультиматума которая на одну рельсу Кукушенка выдает эту рельсу Таркор падает в полуминус даже в минус и там возможно будет возврат там есть Ярмоленко Кукушенка сбивает прицел своему оппоненту и возвращает флаг довольно эффектная контратака эффектный врыв казалось бы должны были легионеры выдерживать надлежь своих соперников все уверенно у них шло но переворот Андрей Ярмоленко внес свои коррективы и отважные питоны вернули флаг питоны это кстати берут на удушающий везут очередной флаг уже второй вторым темпом пытается Ранзер это сделать Кукушенка у него на подхвате в общем-то нужно не ехать только нужно ехать на размен так как флажочек увезли есть на базе там парфайт и ультиматум кстати вайлдбаффало который приехал со спины выдает рельсу отлично перекрестным огнем сливают ультиматум и вайлдбаффало флагоносцы таблизится если сольют Челси и Малибу которые оба на одну рельсу получает также рельсу Таркор нужно выдвигаться потихоньку потихоньку там приезжает еще Нед на ДАшке ой 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 поспешили ребята у нас из легионов с доставкой Нед видимо будет возвращать правда сбивает рельсу по ДАшному игроку также там есть парфайт на подхвате переворачивается Нед Таркор пытается засовить флаг у него это неплохо получается правда ему сбивает рельсу кукушинка и подхватывает флаг увозит снова господи у нас прям сегодня какие-то баталии на карте у нас размен продолжается правда Ярмоленко врывается на ДД будет пытаться сливать на это но вовремя подоспевшие питоны все-таки сделали свое да невероятно обостренное противостояние мы лицезрим на карте Таркор будет стремиться к возврату но слишком мало показателей жизни и довольно много оппонентов вас препятствует им в этом начинании ультиматум заходит с правой стороны будет он стремиться к тому чтобы зажимать своих соперников стремился до того момента пока не встретился с кукушинкаем и в принципе мы видим довольно уверенный размен ну как мы все знаем и как Ваня знает и как мы все знаем что размен на Форесте может продолжаться бесконечно если его держать правильно и не оставлять флагоносца одного к слову у нас 75 стоит с синим флагом на одну рельсу нужно бы его подменить там есть Вайлд Баффл а также есть Паук который играет вообще на красной базе о нем знает лишь Ярмоленко точнее Таркор которого убили остается снова флагоносится на одну там исчелся который выходит слева но слишком много респов правда он может попытаться вернуть нет не успевает Таркор вовремя засеял флаг но правда на одну рельсу скидка снова под ультиматум ультиматум на одну 75 на одну все почти игроки клана регион остались битые нужно бы сменить на целого но там заход уже от нету и нет будет возвращать некому просто подхватить флаг и теперь пальмами остается выдвинуться на доставку к слову будет он подбирать дашку скорее всего понимает потому что нужно забрать тут дрон дроп к слову что-то он невероятное совершил он выехал по факту приблизился к базе оппоненты попросту отдал флаг так все нормально у нас пальма пальма сам вышел видимо все хорошо к слову парфайт пытает ой 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 отлично там нет сработал слил угрозу правда есть вал баффало на данном дропе счет у нас 1-1 полторы минуты остается отлично вал баффало сливается на это в итоге будет заходить на синий флаг есть там лишь челси который может надамажить его но также 75 5 забирает флажочек какие-то баги у меня лаги ладно в принципе тем временем кукушенко пытаться вести таркору сбивает рельсу таркор не падает минус кукушенко его добивает с ддш на рельсы есть вал баффало который не попадает кукушка отлично отлично кукушка играет понимает игру шелси успевает вернуть слил норожского флагоносца кукушенко все еще располагает флагом необходимо дождаться ему респауна тиммейта подставился он под рельсу гормоленко и сейчас если вайл буфало сольет а он это делает андрей вернет ой-ой-ой-ой снова чуть ли гормоленко не упал в минус но тем временем ватт баффало то уволит нет есть со спины со спины приезжает он на своей нетре на своем васпе и но все-таки погибает можно было немножечко позже сливать флагоносца флаг синих едет потихоньку ну и едет движется к доставке есть лишь на перехвате кубку шинкай но правда он на одну рельсу но борется он тоже неплохо также ранзер которого сливают кукушка не попадает по флагоносцу я тебя не слышу а ну если у них пальма не играет прикинь пальма играет ой-ой-ой-ой и к слову дамажит своих ну если так уж считать то в принципе это не наша забота это заботы судей вот так тем не менее это не внесло конечную точку в результат поскольку закончился матч закончился раунд со счетом 11 прошу прощения это значит что мы будем перемещаться смотреть четвертую часть нашего противостояния которая поставит конечную точку в рамках сегодняшнего матча а сейчас значит что он будет нам нужен судья во-первых нам нужен судья который все это порешает ну секундочку сейчас я или нет не я ваня еще ничего не говорил я хотел перейти да сказать ему а ну сейчас вот такие вот страстики как рамках нашего межкланового чемпионата ну а пока мы в поиске судьи задавайте ваши вопросики в чате буду рад на все ответить вполне возможно нас еще ждет при создании карты чтобы данный игрок не мог зайти игроки доиграют матч это в принципе на мой взгляд один из самых возможных вариантов данной ситуации все в общем то узнал я знаю узнал я что-то как в общем то ждем я так понимаю на последнюю карту да да и какие вышли наверняка будут сейчас создавать новую локацию что за убожество угнала аккаунт в прямом эфире это если сарказм то идеальный мне понравилось что случилось пальмой ну-у-у еще мы до конца не знаем Но мы знаем, что он стрелял по своим. Стрелял по своим, висел в битве, отвез с оппонентом флаг. Довольно специфичное поведение, могло произойти все, что угодно, что могло обусловить подобный результат. В любом случае, я думаю, мы это узнаем спустя некоторое время. Сколько будет идти битва и до какого счета? До кончения битвы остался всего лишь один раунд, и независимо от счета нам станет известен результат. Либо это будет ничья, либо победа одного из коллективов. К слову, счет все еще один-один, поэтому четвертый раунд будет решающим. Где промокоды? Промокоды ждут вас, дорогие друзья. Я, к моменту окончания последнего раунда, наш доблестный модератор Наталья сбросит соответствующую формулу в чатик, заполнив которую... А, даже подсказывает мне оператор, что разыграли параллельные трансляции. Кто не успел, тот опоздал. Я не знаю, слушай, что происходит. Они перешли куда-то. Дима дисконнект, Ваня дисконнект... А, прикольно. Значит, у нас возникла проблемка, я так понимаю, да? У нас нету ссылки. Значит, сейчас пишем в конфу. Ну, к слову, промокодиках конкурса все-таки никто не отменял. Будут сегодня промокодики, поэтому к моменту окончания данной трансляции будет форма, заполнив которую вы сможете получить возможность одержать эти самые промокодики и набор символов, содержащие ценные призы. Ой, затянулся у нас стрим. Затянулся. Это, получается, сколько мы уже сидим тут? Около часа. Около часа. Назар выйдет IP5. Вот Пальма дело говорит. Пальма, что случилось? Чего у тебя не так? Кто на твоем аккаунте играет, признавайся. Я никому не скажу, ты можешь писать в чате. Или это саботаж? Мы все узнаем. Вот, но если там команды что-то не устраивают, они могут спокойно тикеты написать на портале. Вот, а мы всего лишь показываем, транслируем. О, вот это хорошо. Есть ссылка, да? Отлично. Ну, приглас, да, 13-16. А, куда мне карта пропала? У меня так же пропала. Видимо, на некоторое время я проставил. Пустой. Ждем еще одну ссылку. Сколько в команде человек, в какой команде? На храбрые они играют 6 на 6, в принципе. Ну вот. А если ты про это? А если про клан, то в целом клан содержит до 12 участников. Так, я надеюсь, там что-то уже изменили. На форуме, в плане конкурсов. Или не еще. Ну, 9 часов уже должны были. Конечно. Конечно, конечно. И ссылка отлично, уже хорошо. Оп. Приглашение. Отлично. Есть у нас карта. Появился на судья. Видел я только что пальму ли мне показалось. На карте? Да, возможно, показалось. Нет, я не видел пальму. Поэтому, скорее всего, его тут не было. Я думаю, что после такого в любом случае, капитан не даст ему ссылку для приглашения. По крайней мере до того момента, пока не будет установлена причина. Ну, пока ждем, пока ребята соберутся, команды зайдут и, наконец-то, отыграет последний, решающий. Четвертый раунд. Четвертый раунд. У нас получается по первой карте 1-1. И про, что у нас выиграли... Кто у нас выиграл? Питоны, да? Нет. Что, Форест? Ничего. А, ничего, ничего. Точно. Думаю, кто у нас смог выиграть. Ну, по сути, это решающий раунд. Даже вот так вот ждем мы пока. А чего мы ждем? А-а-а, что такое? Повчать. Че, я думал, там уже что за случайно, ты, че мне так пугаешь, а оператор. Руслан. О, здорово, Руся, Руся, здорово. А че, как у тебя дела, Руся? Ты готов смотреть на своих тиммейтов, бывших и нынешних? Возможно, будущих. Это же Русик, Джек Дэниелс. Я в чате. Привет, да, привет. В общем-то, ждем мы, как нам сказал судья. Я надеюсь, у нас это все побыстрее закончится, вот я не собираюсь здесь еще играть. О, еще стоять, сидеть. Работа не ждет. У нас даже в это время смотрит 140 человек, я удивлен. К слову, наполняется постепенно карта нашими игроками. Все указывает на то, что все-таки нам предстоит созреть окончательный этап нашего противостояния. Почему бы и нет, как говорится, обязательно мы посмотрим, как только они начнут. Я пока в чате посижу, посмотрю, кадеты всех порвут. Ну, кадеты, возможно. Но выиграли, кстати, ветераны, вроде как, в прошлую игру. Елена Фристайл, привет. Всем добрый вечер, кто планомерно присоединяется к нашей трансляции. Не, Пальма не мульт. Пальма не мульт, Пальма не босс, но... Пальма подставляла. Вот. Мы бы могли закончить уже... По сути, мы могли бы уже закончить два раунда еще плюс к этому раунду. Вот. Но мы сидим, ждем, общаемся с вами. Приветик, комментаторы. Ну, привет. Привет. Тебе привет. Елена Корсун. Знакомая что-то? Игорь, ты меня напомнишь? С чем это связано? Богдан, мы же вообще рады. Видишь? Мы готовы. Мы на карте. Мы ждем. Мы тут сидим в комментаторской будке. А вот ребята не готовы. Почти что не готовы. У нас, кстати, уже делиты произошли. Составы не поменялись. Все те же, ребята, за клан Питоны, отважные Питоны, так и, в принципе, за легионов. Начало, наконец-то, четвертого решающего раунда у нас на карте. Первая атака сразу же от Питонов. Это заход Челси и Паук. Есть леса по 75-му. Также Челси на нейтре получает дамаг. Сливает одного дефера. Остается лишь Таркор. Таркор один в одиночку будет воевать против... Против двух игроков. Остается один Кукушка. Отлично, отбитый леса. Отлично, Кукушка. Но это по-любому наставки всякого киберспорта. Подключается Малибо, который намеренно контролирует ДДшку, как минимум. Скорее всего, он ее и заберет и будет уже на ней отыгрывать. Правда, зажимают его сразу три оппонента. Будут они довольно быстро сливать. Но, по крайней мере, миссию забрать припас, тем самым лишить удовольствия оппонентов, используя тот самый двойной урон, была выполнена. Андрей Ермоленко заходит абсолютно целый на красный флаг, ловит уже первую рельсу, рискуется как нельзя вовремя Челси, который будет довершать начальник тиммейтам, а именно уничтожать Андрея Ермоленко. Пока что все довольно спокойно на карте, видимо, поодинокие заходы. Челси забирает ДДшку, будет он уже играть, исходя от нее. Правда, довольно много игроков противоположной команды находятся подле базы, подле флагштовка. Хотя разъезжается, и уже 1.75-й находится подле флага, возвращается Ермоленко, чтобы ему помочь. Получает он информацию о том, что флаг могут и увезти. Также подключается Вайл Буффало, который намерен выдавать издалека выстрелы, тем самым поддерживая своих тиммейтов. Но Кукушин Кай при поддержке Челси и Паука расправляются с декорами и увозят флаг. Сейчас, кстати, отлично-то везет по правильной траектории. Пустая база, абсолютно пустая база слева. Есть лишь на перехвате парфайт на одну рельсу. Таркор, Паук будет убивать парфайта. Есть также 75-й, правда, там есть Малибу, 75-го добивает флаг возле флагштока лежит. Да будет возврат, поскольку не выдаст никто сразу в 2 рельсы по Таркору, и сразу трое врываются игроков из коллектива Питоне. И Ермоленко на Нитрей уже будет увозить. В свою очередь он уже довозит, добровая страны флага. Есть Кукушин Кай, который выдаст по нему рельсы, но в любом случае он как минимум уйдет на размен. Его добивает Нет и может произойти возврат на карте. По сути есть один ультиматум, который в наиболее благоприятном исходе выдаст всего лишь одну рельсу. Ли? За красных у нас играют отважные Питоны, за синих играют Легионы. Все хорошо. Кукушка, как и учил Джек Дэниелс, Руся, Руслан Дэниелс. Нужно возвращать, не боясь вообще ничего. Кукушка так и сделал. И, в принципе, заселил свой флаг. Челси с центра воюет на ДД. Все хорошо. Собирает дробь как и надо. Правда, есть там же Кукушка. Челси почему-то вылез, подставился на дроби. Нужно было, наверное, покемперить. Кукушка не попадает. Перехвалил я его. Очень с этим возвратом. Но, надеюсь, все будет хорошо. Отлично почти, что сбивает рельсу по Ярмоленко. Справа у нас обосновались и закрепились ребята из Легионов. Это Ярмоленко. Ультиматумы 75-й. Там, кстати, падает ДА, которую нужно бы забрать. Кукушка едет, но не будет он давать сквозную рельсу. В итоге, 75-й успел забрать коробку. Вышел, но не выдал рельсу по Ярмоленко. Хотя можно было попробовать. И он же на одну будет его тут добивать ранзер. По сути, он не реализует ДА-шку. Слишком много оппонентов находилось подле него. И втроем заходит Кушенка и ранзер, Ярмоленко к флагу. Пытался, кстати, ввозить только что ранзер, но не подхватил он флаг. Забирай уже этот флажочек ранзера. Отлично. Кукушка сливает Таркора. Пытается на своем васпе уйти, но никуда он не уйдет. Баффл его остановил. Ярмоленко не требует сцело выдвигаться тайком. Потихонечку, но ранзер о нем уже знает. Так же, как и Паук. Отлично. Нетро васпе добили. Теперь будет атака в исполнении отважных питонов. Заходит ранзер. На него двое игроков разрядились. Так же там есть 75-й, который будет дострелиться по флагоносу. Есть так же Вайлд Баффл и Ярмоленко. Пытается, ребята, дефить. И очень хорошо, кстати, у них это получается. Кушка забирает флаг. Есть лишь Ярмоленко. Отличная вертуха, которая не проходит, правда, по васпу. И в итоге Кукушечка у нас ведет, везет, точнее, флаг. Передача под Неттан, не Трова. И это близится доставка потихоньку. Но есть большой перехват. Перехват от Легионов. Сливает Челси. Остается лишь там один Малибу, который будет дефить свою базу. Неплохо, сказано, рельса по 75-му. Сливает он еще и ультиматума. И Нетт отлично рельсой добивается Вайлд Баффл и будет доставлять флажочек. Очень хорошая игра. И в доставке тоже получается. Счет у нас 1-0. Питон выходит вперед. Очень хорошо. Отлично. Еще избитый рельса от Малибу по Ярмоленко. Нужно Легионам собраться, чтобы выиграть. Так как это раунд решающий, им проигрывать никак нельзя. Хотя, в принципе, это чисто для себя. Никак им проигрывать нельзя. А так тут все понятно. Мацелан располагает им для этого еще и четырьмя минутами, для того, чтобы доставить еще как минимум один флаг. Тем самым, сведя сам поединок на нищие, врывается Андрей Ярмоленко, подбирает он знамя. Но, к сожалению, погибает от Шелси. И еще Вайлд Буффало и ультиматум будет ему помогать. Но Паук также не дремлет, будет добивать Вайлд Буффало. А вот ультиматум, если не будет респаун в стороне оппонентов, то есть я... А вот Кукушенко уже увез флаг, находится он на правой стороне собственной базы, будет ему помогать Ранзор, который, следуя паровозику, будет подхватывать флаг. Вот с этим домом на дворец остается. Андрей Ярмоленко может выдать рисую. Кстати, он заряжается раньше, но есть Шелси, который сливает Ярмоленко и больше некому вернуть флаг. Слишком далеко находятся игроки коллектива Легион и будет доставлен второе знамя в пользу Питона. Какая же была отличная риса от Ярмоленко. Мне кажется, здесь один играет на карте. Но основном на возвратах именно он принимает глобальное участие. К слову, он сейчас заходит на флаг Николого Дефинета, лишь на этом о нем знает отлично риса. Слева Малибу Дефит на ДДшке, правда сейчас идет быстренько на респ. Выживает. Хорошо. Лага Баффало промахивается, можно было попытаться зайти, но в одиночку, как он в основном заходит, ничего. Он не увозит. Паук забрал ДДшку, благо у противников теперь не будет дропа. Ярмоленко выбегается на лево, нападу в 75-м. Кукушка на аптеке. В те времена, дорогие друзья, форма уже в чате, заполняйте. И возможно, именно вы получите промокодик. Кстати, у нас 3 минуты, 2-0, питоны ведут. Отлично, у них получается давить легионов, падать дроп. Ранзер будет забирать. Пытаться забирать целым, но нет. Профайт говорит, нет, ты не будешь целым на ДАшке. И заберут ее сам. К слову, целый игрок промахивается, ой-ой-ой-ой, там еще и РСА прилетает от Челси по ДАшному игроку. Ну и в итоге попытка, кстати, у Воза есть от 75-го. Он уходит по правой стороне, не попадает по нему, нет. Также там есть Тепорфайт и Вэлд Бафф. Вэлд Баффа получает рельс, но нужно было, наверное, не подставляться. И потом забрать флаг и попытаться доставить. Хороший игрок. Хороший игрок. Будет в одиночку Кушенко и танковать. И чуть-чуть дальше Челси. Должен стремиться к тому, чтобы успевать. Натаркор сливает первого оппонента. И Шелси тут уже вряд ли что-либо сделает. В одиночку против троих. Плюс ко всему сам флагоносец увозит флаг и находится довольно близко к доставке. И Андрей Ермоленко, подобрав знамя, доставляет первый флаг в этом раунде для своей команды. Отлично. 2-1 у нас заходит. 75-й на ДАДД. Падает в минус. Отлично. Хорошо. Ранзер отлично рельсовывает туда. Кинул. В общем-то, дроп не реализовал. Кукушка снова на увозе. Отлично обнула Таркора на выстрел. Правда, не знал, что парфайт также на рельсе. И в итоге отправился на респ. Нет у нас дропа. Лишь Нитра для Ермоленко. И в центре ДДшка падает. Которую нужно будет забрать целому игроку. Кукушинкай. Пытается, кстати, на ней трещат. Будет заходить в атаку. Есть там Ермоленко. Отличная рельса на опережение. Сливает он Ермоленко. Будет забирать также ДДшку. Есть и Штаркор, который может ему помешать в увозе. Но тот будет отвлекаться, скорее всего, на Малибу. А у Кукушинкай есть вполне хорошие шансы спрыгнуть, развести. Кого-то на выстрел и спокойненько увести флаг. Тем более, там у него Паук есть на саппорте. И неплохо там. Ермоленко погубает. Это шанс для того, чтобы Кукушинкай смог увести. Пока что довольно много оппонентов находятся на респауне. И должен увести по правой стороне карты. Отлично, кстати, обманывает Уэлд Баффало. В итоге будут уходить по правой стороне. Там есть Паук и также Рандзам на Нитре. Сейчас ребята уже в очередной какой раз будут пытаться на доставке ставить флаг. Е-75 подхватывает он фоложочек, сливает его в Малибу. Также там есть Андрей Ермоленко, который... Но он один, его сольют. И в конечном счете Паук ставит флаг. Не хватило там силы одного игрока для того, чтобы перехватить. Истальные, к сожалению, Парфайт Теркор находились слишком далеко. Только отрезки и сразу поехали в атаку. Но, к сожалению, не получилось у них перехватить. Уничтожить Благоносца, который, к слову, был на ДАшке. Благодаря чему Паук доставил флаг. Остается у нас здесь секунд. Хоть его от Бафла увозит флаг, но это уже ничего ребятам из команды Легион не даст. Мы можем поздравить отважных питонов с победой. Красавчики питоны. Особенности фонарчика. Чтобы там Пальма не расстраивался, обязательно все будет хорошо.